Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы «Как сохранить здоровье и красоту волос». Сегодня у нас в студии Канаплина Оксана Вячеславовна, заведующая отделением косметологии Ульяновского областного кожно-миниологического диспансера. Здравствуйте! Здравствуйте! Оксана Вячеславовна, вообще большинство людей относятся к волосам как к чему-то эстетическому. Не рассматривают в плане здоровья, в плане каких-то диагнозов. Но все-таки диагностическая медицина немножко по-другому к этому относится. По структуре волос можно очень много сказать о человеке, можно даже какую-то симптоматику выявить. Какие-то синдромы заболеваний. Давайте начнем с того, что изучает наука трихологии. Да, трихология – это такой подраздел дерматокосметологии, который занимается изучением заболеваний волос и волосистой части головы. То есть она в целом рассматривает эту структуру, все изучает, да? А тогда специалист-трихолог – это кто? А специалист-трихолог – это врач, дерматовенеролог, косметолог, который занимается более узким разделом, конкретно патологии волос и волосистой части головы и кожи. Ну, Оксана Александровна, тогда давайте вот немножко сразу коснемся медицинской тематики, да? Вот какие, на что, что можно сторожить в структуре волос специалиста, да? С какими проблемами вообще могут прийти к врачу-трихологу? Ну, чаще всего выпадение волос, то есть аллопеция. То есть так просто, да? Выпадение волос. Ну да, чаще всего просто, опять же, как вы и сказали, это эстетический момент. И сейчас в современном мире люди уже не готовы смириться с тем, что происходит поредение, особенно больше это женская часть населения, поредение их волос. И сразу обращаются, уже знают, что есть такой специалист, к которому можно обратиться за помощью, понять, в норме происходит такое выпадение или нет. И если это все-таки не в норме, то получить лечение необходимо. Ну, получается, чтобы понять, в норме или не в норме, всё равно нужно какое-то обследование дополнительное. Но понятно, что помимо микроскопического исследования, да, еще ряд обследований идет, там, анализы, даже в том числе и общая анализа крови, биохимический анализ, там, еще какие-то, может, даже маркеры и так далее, так далее. заболеваний. То есть такой спектр большой. А что, на основании чистой микроскопии недостаточно, иногда поставить диагноз?Нет, на самом деле этого недостаточно. Микроскопическое исследование волос на структуру, оно имеет большое диагностическое значение. Но по одной микроскопии, мы не можем сказать, какая патология есть у человека. Потому что выпадение волос, чаще всего, это все-таки симптом какого-то основного заболевания. И проводя микроскопическое исследование, Проводя трихоскопию, то есть осмотр тоже волос при многократном увеличении, мы можем только оценить состояние самого волоса, волосного фолликула, кожи головы. Причину, как и таковую, надо уже дальше искать. Да, конечно, проводить диагностическое исследование. Александр Александрович, тогда давайте разберем, сколько наших телезрителей волнует вопрос. Сколько вообще волос в норме должно покидать голову? И чаще это все-таки у мужчин происходит или у женщин? Вот как это все? Ну, опять-таки, это понятие очень индивидуальное, да, в норме. Но все-таки какое-то усредненное значение наши ученые подсчитали, это где-то 100-150 волосков в день человек может потерять. Это много, наверное-таки? Это достаточно, да. Достаточно все-таки, да. Ну, тогда получается вот выпадение волос, да, вот это же тоже может ряд причин тоже быть. Конечно. Давайте вот скажем, влияет ли на это, ну, вообще на какую-то вот структуру волос, влияет ли, например, там, солнечные лучи, я не знаю, там, лучевая какая-то терапия, например, там, стрессы, или, например, там, я не знаю, ну, какие еще могут быть причины там разные, да? Может быть, генетическая предположенность. Вот давайте об этом расскажем. Ну, а вот все те агрессивные методы воздействия, как вы сказали, ультрафиолет, например, сухой воздух, это сушка феном. Часто, если, да? Да, конечно, использование. Без дополнительных средств защиты приводит к тому, что структура волоса портится. И, соответственно, волос снаружи именно, он становится более тусклый, такой, ломкий. И как раз-таки это, ну, тоже может провоцировать излишнее выпадение волос. Ну, давайте все-таки, Оксана Семеновна, скажем, вот вы уже взыкнулись об этом, а стрессы, вот, да? Вот стрессы тоже влияют? Конечно, конечно. А генетика? Вот если там у родителей, у кого-то, у бабушки, дедушки, там, я не знаю, раннее облысение, например, там, да, или еще что-то такое, это может отразиться на детях, на внуках? Да, конечно, это передается по наследству, передается по наследству количество волос, густота, качество. Тотального облысения быть не должно, все-таки в определенном возрасте, да? А генетически может передаваться... Предрасположенность, наверное, какая-то, да? Да, да, да. То есть это как при заболеваниях, вот сами заболевания же не передаются, например, там, гипертоническая болезнь или ишемическая болезнь сердца, но предрасположенность к ним все-таки должна нас нараживать. А наш образ жизни, наша сопутствующая патология, приобретенная, она может ухудшить состояние, и вот это вот облысение может наступить намного раньше. Ну, Оксана Александровна, тогда давайте расскажем немножечко, вот, может быть, какие-то новые методы диагностики у нас, и сразу тогда перейдем и к лечению. Лечение тогда вот тоже заболеваний волос, структур волос. Ну, понятно, что вы уже заикнулись о том, что все-таки надо искать причину, да? Да. То есть надо искать основное заболевание, и тогда уже, как следствие, уже мы будем лечить то, что необходимо. Ну, все-таки вот в этом ракурсе. Ну, после обследования пациента, клиника лабораторных анализов, мы, как вот вы сказали, выявляем причину и уже этиологическое лечение. Но как раз-таки вот наш подраздел косметологии, он занимается тем, что используют методы, которые ускорят процесс остановки выпадения волос, ускорят процесс улучшения структуры волоса, улучшения их качества. В основном это инъекционные методы, используемые в косметологии, да, когда непосредственно внутрикожно, иголочкой вводят специальные мезококтейли, ну, либо другие какие-то компоненты, действие которых направлено на улучшение трофики, на улучшение питания корня волоса. Соответственно, процессы восстановления жизнедеятельности волоса ускоряются, и мы получаем более быстрый рост, лучшие качества волос, более блестящие, гладкие, шелтковистые. Иногда вот у пациентов бывает такое мнение, что вот витамины какие-то комплексы, биологически активные добавки, что они могут улучшить структуру волос, могут препятствовать там выпадению волос. Вот можно ли самостоятельно это принимать, и в каких случаях? Вот давайте об этом. Ну, самостоятельно мы, конечно, не рекомендуем, потому что мы вообще как рекомендуем сдать, если в этом есть необходимость, назначаем анализы на дефициты, на дефицитное состояние витаминов, микроэлементов. И уже по результатам анализа мы смотрим, каких конкретно компонентов в крови меньше, либо отсутствует, недостаточно. Вот именно по этим показателям уже и назначаются биологически активные добавки. Кому-то в лечебной дозировке, кому-то просто в профилактической. Именно поэтому самостоятельное назначение себе таких препаратов мы не рекомендуем, потому что можем не только ухудшить, точнее, даже не только не получить результат от этих препаратов, но даже ухудшить общее состояние организма. Ну, Оксана Вячеславовна, а когда все-таки нужно идти к трихологу? В каком возрасте? И вообще мужчинам или женщинам? Вот есть какая-то разница, вот вообще женщинам нужно посещать трихолога или там мужчинам чаще? Или вот в каком возрасте именно? Тут больше не к возрасту привязка. Индивидуально, наверное, все. Да, это индивидуально. Я бы посоветовала обратиться к трихологу в тот момент, когда почувствовали, что есть какие-то проблемы. Но опять-таки излишнее выпадение волос. Ну, то есть элементарно на расческе остаются волосы. Много волос, много. Конечно, в норме они могут выпадать. Какая-то проблема зуд может быть, может быть, чешуйки осыпаются, да, типа как заболевание такое, как сиборея. Очаговое облысение может быть, когда очаги аллопеции появляются. Вот в этом случае, конечно, измедлительно я бы рекомендовала обратиться за консультацией к врачу трихологу. Ну, кстати, вы уже сказали о сибореи. Давайте вот немножко, да, ну, это в основном перхоть, да, скажем так вот, да, люди чаще так называют. Что вызывает это, да, вот повышенную сухость из зуд кожи? Как этому препятствовать и у кого чаще это возникает? Ну, сиборея, она вообще бывает двух видов. Она есть сухая и есть жирная. Сухая сиборея, она, как правило, как правило, не связана с какой-то патологией и возникает вследствие низкой секреции кожного сала. То есть у нас везде на коже есть сальные железы, которые подходят к волосным фолликулам. И в норме оно у нас у всех выделяется. А если по какой-то причине, опять же, это же генетическая предрасположенность, либо неправильно подобраны средства ухода или какие-то другие там нарушения, неправильный образ жизни, приводит к тому, что кожное сало выделяется в недостаточном объеме. И чешуйки не склеиваются им, и они осыпаются. При этом еще присутствует зуд, как раз-таки такой симптом. Это называется сухая сиборея. Существует такое понятие, как жирная сиборея. Жирная сиборея – это когда, наоборот, кожного сала выделяется большое количество, и к этому еще присоединяются либо патогенные флоры, либо условно-патогенные, которые в норме у нас уже есть. Но вот при этой благоприятной среде обитания, вот при повышенном количестве кожного сала, активируется грибковая, бактериальная флора, и возникают такие жирные сладжи из склеенных чешуй кожи. Это уже как инфекция присоединяется даже, да? Ну, можно сказать, что так, да. Вот, мы можем тоже их увидеть во время расчесывания. И тогда вот этот процесс прогрессирует, да, получается? Да, 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 да. Это обязательно же надо к врачу, да? Конечно, конечно, лечение адекватной терапии, да. Оксана Вячеславовна, ну вот сейчас очень много есть шампуни различных, да, ну там специальных средств по уходу за волосами. Они делятся, вот, я не знаю, вот мужские, женские, да, то ли это коммерческий ход, то ли это на самом деле, так, может быть, структуры у нас разные, да? То есть, может быть, действительно это правильно. Вот как вы к этому относитесь? Насколько важно подобрать правильный шампунь? И, может быть, какие-то такие хорошие рекомендации дадите нашим телезрителям? На самом деле, да, это имеет место быть, деление на мужской, женский и детский шампуни, потому что, если говорить о шампуне как о средстве очищения, то, конечно, не особо имеет разницы, каким воспользуетесь вы мужским или женским. Но если мы говорим о том, что мы хотим сохранить хорошую структуру волоса, качество волос, то лучше все-таки обращать на это внимание, потому как у мужчин, у них более толстая кожа, более, опять-таки, да, большее количество сальных желез, и они интенсивнее работают. Если, например, женщина с сухой кожей головы будет пользоваться мужским шампунем, то ничего хорошего от этого не получится, она пересушит кожу головы свою. Это как раз-таки момент того, когда вы говорите о том, как правильно подобрать шампунь, а необходимо подбирать по типу кожи головы. Если часто жирнится кожа головы, волосы быстро становятся... Ну, сам человек может даже определить в себе. Конечно, конечно. То в этой ситуации необходимо подбирать средства гигиены для жирной кожи головы. Если сухая, то для сухой. Ферментарно. То есть будут присутствовать компоненты, которые больше как бы на увлажнение будут работать, и будет более комфортно. Дети – это вообще отдельный элемент. У них присутствуют больше гипоаллергенные компоненты, у них более тонкая кожа, у них более тонкие волосы совсем другие. То есть, например, если женщина будет пользоваться детским шампунем, то она точно не получит хорошее качество своих волос. То есть у них более щадящего такого характера у детей, да? Они более щадящие, но не подходят взрослому населению. Оксана Вячеславовна, вот возвращаясь к теме выпадения волос все-таки, да? Беременность, да? Беременность и кормление грудью. Очень часто способствуют тоже выпадению волос. Ну, это факт. Такой есть факт. Это, в принципе, наверное, нельзя назвать нормально, да? Или это нормально? На самом деле это является нормой. Это даже норма. Потому что в момент беременности, в момент кормления грудью женщина расходует свои ресурсы не только на свой организм, но уже еще на один дополнительный организм. На организм плода, либо младенца. Ну, часть микроэлементов теряется. Да, да, микроэлементов. Теряется, идет с пользой. Да, 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 с пользой ее в другой организм. Просто вот этих ресурсов женщине уже недостаточно на то, чтобы поэтому... Возглавить всю эту структуру. Да, поэтому в какой-то период мы излишне теряем волосы. Но если женщина здорова, то при окончании периода лактации все восстановится, и волосы... То есть даже лечения никакого не требуется? То есть это должно восстановиться само? Или нужно посмотреть, поглядать? Я бы все-таки порекомендовала. Если да... Ну, мы же... Для чего трихология? Для того, чтобы ускорить этот процесс, для того, чтобы улучшить. Поэтому все-таки почему бы нет обратиться к трихологу за дополнительными методами ухода? Оксана Вячеславовна, еще одна из проблем такая, да? Ну, больше как бы женщина по этому поводу немножко комплексует, да? Нам мужчинам как-то в этом проще, да? Он виски немножко запорошил, вроде бы ничего, да? У женщин седина, я имею в виду. Вот как к этому относиться? Это норма, не норма? Отчего она возникает? Связано ли это с наследственным каким-то фактором? Как с этим бороться, да? Нужно ли с этим бороться? Вот ваше мнение, как специалисты. Седина – это обесцвечивание волоса. То есть в какой-то определенный момент не вырабатывается пигмент, который, да, все правильно, и происходит обесцвечивание волоса. Вообще седина является нормой. Но генетически передается время появления седины. То есть у кого-то, и в 7-10 лет не будет особо седых волос, у кого-то после 35-40 начнет появляться седина. Оно ухудшает частоту появления, количество седых волос. Это наш образ жизни, это какая-то сопутствующая патология, это стрессы, экология. То есть все это провоцирует то, что количество седых волос может быть больше, чем генетически оно передалось. Какого-то определенного возраста, который сказал бы, норма это или не норма, нет. Нету, но все-таки мы опираемся на возраст 35. Опять же, если у человека в 27, 25, 23 года какие-то седые волоски единичные появятся, это не говорит о том, что присутствует какая-то патология. Но, тем не менее, нужно наблюдать. Возможно, какие-то дефицитные состояния в организме, может быть, каких-то микроэлементов не хватает. Поэтому все равно даже в этой ситуации я бы порекомендовала бы обратиться к трихологу. Ну, невозможно не воспользоваться вашими советами добрыми, как заведующего отделением косметологии именно. Какие бы вы советы дали именно по восстановлению волос, по улучшению структуры волос? Какие-то рекомендации именно как от специалиста? Ну, какие рекомендации? Средства гигиены выбирать по типу волос, по типу кожи головы. Часто, не часто нужно мить голову? Да, да, да. Не пренебрегать по мере загрязнения. Просто так, как каждый день, просто потому, что я хочу, не рекомендовано. По мере загрязнения моем голову. У кому-то достаточно двух раз в неделю, а кому-то необходимо это делать каждый день. То есть не в порядке вещей ходить с жирными волосами, с грязной головой. То есть это не является нормой. Также подбираем дополнительные средства ухода. Маски, бальзамы, кондиционеры. Все это специально разработано для того, чтобы улучшить состояние и качество волос. Не пренебрегаем этим. Один раз в неделю рекомендовано использовать скрабы. То есть они поспособствуют ускоренному очищению именно кожи головы от мертвых чешуек, для того, чтобы кожа дышала, так скажем. Если используем, пользуемся средствами укладки, такими как фен, ну все то, что термо, да, имеет слово термо, фены, горячий воздух, щипцы, какие-то термобигуди, то в этой ситуации нужно использовать дополнительные методы защиты волос. То есть, ну так скажем, все уже давно предусмотрено, все за нас уже подобрали. Нам стоит только обратиться в специализированные магазины и объяснить то, для чего нам необходимо это. Ну все правильно, да. Оксана Александровна, еще тогда такой вопрос. Вот очень часто, значит, вот говорят о ламинировании, да, увеличении объема волос, потом, как это называется, вот когда наращивание, да, или так и есть, наращивание волос. Вот это все, ну вообще косметологи, вы говорите, что это при пределах 15-25%, да, иногда увеличивают объем, улучшают структуру там несколько раз, да. Это на самом деле так? Ну, насколько часто нужно посещать такие салоны? И насколько это полезно? Ну, полезно это вообще не полезно. То есть, в любом случае, при этих процедурах наносится какой-то определенный химический состав. Это химический состав. Вмешательство в любом случае. Конечно, да, да, да. Он сделает волос красивым на какой-то период, но со временем он смывается, и волос все-таки претерпевает какие-то дегенеративные изменения. Конечно, если обращаться к очень хорошим специалистам, к парикмахерам, к стилистам по волосам и соблюдать их все рекомендации по дальнейшему ходу восстановлению, ничего плохого не будет. Но, тем не менее, это идет химическое воздействие на волос, и говорить о том, что это полезно или безвредно, я не могу. В любом случае, какое-то повреждение волосу будет. Александр Александрович, я сам веду здоровый образ жизни, я сам посещаю фитнес-центр, и поэтому не могу задать этот вопрос. Сауны, банны, вот эти комплексы, насколько это вредно для волос, насколько вообще часто можно посещать? Ну, понятно, вы сейчас скажете, злоупотреблять во всем как бы не нужно, во всем нужно дать меру, но все-таки насколько это полезно или вредно, то есть какие-то виды саун? На самом деле, опять-таки, если не злоупотреблять этим, это будет полезно, потому что во время, воздействия высокой температуры и определенной влажности, наши клеточки кожи раскрываются, кровообращающие сосуды расширяются, кровообращающиеся, питание волос за счет расширенных сосудов улучшается, трофика, и, соответственно, если этим не злоупотреблять, то это будет только полезно для волос, для кожи в целом. Александр Александрович, ну все-таки, какие кожные болезни способствуют именно, ну, часть мы из них уже назвали с вами, да, вот сибория, там, да, сибориндерматит, а псориаз, наверное, тоже, да, в какой-то степени тоже, да? Почему? Ну, я имею в виду выпадение волос, вот, изменение структуры волос. Какие еще кожные болезни могут, вот, с чем нужно и обязательно идти к дерматологу, идти к трихологу, вот, к специалисту, который должен лечить? Тут даже, знаете, тут не столько кожные болезни, сколько, например, это эндокринные патологии. Часто сопровождается выпадение волос. Давайте еще какие-то хронические инновационные, вот, назовем какие еще? Ну, это как раз-таки гормональное. Гормональное, то есть все, что связано с гормональным формой. Да, 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 чаще всего сопровождается выпадением волос. И анемии, вот, если говорить о нашем регионе, очень часто скрытые бывают анемии, когда вроде бы какой-то такой патологии. Чаще всего люди об этом даже не знают. И с выпадением волос они приходят и узнают о том, что у них есть такая патология, и, конечно же, компенсируют. Там же не только волос, там изменение ногтей идет уже, вот эта фаланга тоже. Ну, вот это уже, конечно, такие общие симптомы. То есть часто бывает так, что выпадение волос – это единственный симптом. Бывает такое. Да, таких патологий, да, да, да. Ну, тогда получается все-таки вот есть часть заболеваний, да, которые именно с гормональным фондом связаны. Да, да, да. Это получается, то есть щитовидная железа дает, диабет, да, диабетические, наверное, вещи тоже дают. Какие еще там? Пловые, нарушения половых гормонов. Половой системы тоже нарушения, да? Да, 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 да. Вот. Ну, какие бы еще, какие рекомендации Вы дали, Оксана Александровна, все-таки вот, чтобы дольше сохранить здоровье волос. Вот хочется, чтобы, да, если человек там, ну, от природы хорошие волосы, да, вот хочется, чтобы это дольше все было. Значит, получается, ну, часть Вы уже сказали, да, это уход правильный, да? Вовремя обращаться к медикам, если Вы что-то там у себя, ну, чувствуете, да, какую-то патологию. Ну, еще какие-то вот такие советы? Вести здоровый образ жизни, правильный образ жизни, балансированное питание. Да, да, да. Именно потому, что мы не обращали на это внимания, но именно вот те дефициты, которые возникают у нас, они как раз-таки зачастую не только волос, но и на другие системы органов влияют. Поэтому здоровый образ жизни, балансированное питание. Ну, мы, кстати, вот из программ в программу говорим, и мы сейчас вот в одном из вопросов с Вами, Вы сказали, что помимо микроскопии, да, еще часть обследований идет, да, анализы сдаются. Там общая анализа крови, биохимический анализа крови. Как раз, кстати, вот я хочу подвести к диспансеризации. Вот опять же, такой простой механизм, такой, да, вот действительно, он, ну, как говорится, скрининговый метод, да, и позволяет выявить, на самом деле, на ранних этапах уже вот какие-то заболевания, которые могут способствовать, в том числе и нарушению здоровья волос. Конечно. То есть та же анемия, например. Да, 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 да. То есть человек сдает общая анализа крови, гемоглобин низкий, смотрит по цветовому показателю, да, там еще параметры. Опять же, биохимия, холестерин, сахар, опять же, сахар, если там повышен, тоже мы насторожимся, и можем направить на второй этап, и уже на ранних этапах, может быть, даже там и вывезти диабет, и все же. Да, 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 поэтому профилактический осмотр, диспансеризация, это очень важный момент, прохождение их. Асануна Александровна, ну, еще не могу не спросить, конечно, давайте вот о вредных привычках. Насколько это вот все-таки тоже влияет на структуру волос, да? Ну, я так думаю, конечно, однозначно влияет, да? Конечно. Но что больше, вот курение, прием алкоголя, там, я не знаю, неправильное питание, вот из этого, что вы бы сказали, категорически нельзя, если вы хотите хорошо выглядеть, и чтобы были красивые волосы? Злоупотребляться ничем нельзя, ни никотином, ни алкоголем, ни неправильным питанием. То есть все влияет на структуру волоса однозначно? Конечно, конечно, однозначно, потому что все связано с сосудами, с периферической сосудистой сетью, которая влияет на питание волоса, спазмах, все ведет к тому, что просто будет дополнительная внеплановая потеря волос. Ну, а вот чаще все-таки к вам приходят тоже в отделении, да, с какими проблемами, вот именно к вам? А вообще, вообще-вообще? Ну, нет, вот я имею в виду к вам как к трихологу, например, ну, к специалисту к трихологу, с чем? Ну, в смысле, трихолог – это все, только волосы. Только вот волосы, все туры волосы. Волосы и волосистая часть головы. Ну, если какие-то патологические высыпания, очки какие-то высыпания есть на кожу головы. Ну, муштизация здесь тоже четкая, как бы, да, если, например, там человек пришел к терапевту даже пожаловался, да, что у него, например, выпадения волос, все равно это, да, сейчас в каждом лечебной учреждении есть дерматолог, да? направят дерматологу, обследуются, опять же, минимум там обследования будет, ну, по стандартам, соответственно, да, и получается, назначается лечение, да? Конечно, конечно. А бывает такая ситуация, когда вот действительно даже необходимо стационарное лечение, вот настолько выпадение волос идет, да, что прям инструктуру меняется, что именно вот прям в стационаре уже нужно разбираться? Как правило, это да, такая патология очень тяжелая, как тотальная лапеция, может быть. Есть такая патология, как конглобатная акне, когда оно уже переходит на кожу волосистой части головы, может сопровождаться, да, в этой ситуации необходимо стационарное наблюдение, ведение пациента. Ну, то есть, опять же, вот, судя из нашего разговора, то есть самое главное, это вовремя обратиться к медикам, да? Да, конечно. Вовремя обратиться, не нужно, как говорится, слушать какие-то советы даже там, да, друзей, соседей, знакомых там, да, потому что все индивидуально, все индивидуально, и нужно действительно обращаться просто к нам, к медикам, и тогда будет все в порядке, да? Да, 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 конечно. Ну, и уже по традиции, Аксана Вячеславовна, какие-то добрые пожелания, как от врача, как специалиста, как вообще? Пожелание вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, сбалансированное питание, не перенапрягаться работой, режим труда и отдыха соблюдать обязательно, ну, и если какие-то появляются проблемы, незамедлительно обращаться к врачу, чтобы эти проблемы потом не оказались необратимыми. Спасибо большое, Аксана Вячеславовна. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.